Людей утром рано пришли, собрали и выгнали их из их домов в Азию, в Сибирь и тому подобное. Кого не смогли вывезти, их утопили в море. Зачем им давать шанс для жизни? Подобные же сценарии были с народами Чечни, Ингушетии, черкесами и другими народами. Оставьте это, это не касается религии, это не касается нас и тому подобное. Ты глупец. Чеченцы должны помнить, кто их выслал. Он должен помнить, как несправедливо к ним поступали. Также должны помнить Ингуши и все остальные. То, что мы видим сегодня в войну у нас в стране, мы ее также называем несправедливостью. Коварно напали на нас, убивают, бомбят ежедневно. Это несправедливость, это ничто иное, как несправедливость. Также Всевышний Аллах установил эти красные линии между людьми. И любой, кто сегодня говорит, это было вчера, давайте забудем про это. Каждый, кто он скажет, пусть он, а те, которые уверовали. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, назвал себя справедливым. Одно из прекрасных имен Аллаха, Субханаху Ва Та'Аля, Аль-Адиль, справедливый. Справедливый во всем, справедливый в решении, справедливый в вознаграждении, в наказании, в распределении, в указаниях, в повелеваниях. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, справедлив во всем. И поэтому Всевышний Аллах себя назвал справедливым. И Аллах в хадисе, который сообщается, что посланник Аллаха, Субханаху Ва Та'Аля, сказал, что Всевышний Аллах сказал Аллах сказал, о, мои рабы, я запретил несправедливость самому себе. Аллах, имея мощь, величие, могущество, силу, богатство, все самое высокое, все самое мощное и сильное, Всевышний Аллах запретил несправедливость самому себе. И Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, назвал себя справедливым. Всевышний Аллах, создав землю, населил землю нами, людьми. И Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, установил нормы взаимоотношения человека с Аллахом и взаимоотношения человека с человеком. Установил нормы через свое Писание, через Тору, через Псалтырь, Евангелию, иные свитки и через Кур'ан. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, неспослал каждому своему пророку и посланнику указания, законы, которые в себя включали, как сегодня часто используют этот термин, красных линий. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, установил эти красные линии в взаимодействии человека с Аллахом и взаимодействии человека с человеком. Взамен Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, пообещал справедливому тому, кто не творит нечестие, Аллах пообещал ему вознаграждение тому, кто же приступает к эти красные линии. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, пообещал наказание. И в этом Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, предписал справедливость. И в этом есть на самом деле справедливость. Часто можно услышать людей, говорят, я прихожу к Богу, то есть ко Всевышнему через любовь, а норма и метод наказания, она не притягивает ко Всевышнему, не притягивает к Богу. И поэтому вера – это только любовь, милость и тому подобное. Всевышний же Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, в Куране, если мы поразмыслим, то Аллах здравомыслящим людям, которые понимают с первого раза. Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, к ним обращается в Куране и говорит, о те, которые уверовали, или говорит, о люди. И Аллах дает им предписание. Например, говорит, не совершайте так, не поступайте так, не убивайте, не совершайте несправедливость, не приравнивайте к Аллаху, со товарищей. В конце этого Аллах что говорит? Аллах, а те, которые уверовали и совершали праведные деяния, для них рай, в котором они пребудут вечно, они не будут испытывать страха и печали. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, призывает своих рабов, людей через любовь и милость. И тот же человек, который с первого взова Аллаха, с первого призыва Аллаха отвечает, Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, его вознаграждает раем. Но Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, использует другой метод. Также другой метод. Для того, кто не понимает с первого раза, и тот, кто приступает к эти красные линии. Ведь Аллах, ему, человек, указал на них. И потом Аллах говорит, а тот, кто убьет намеренно, на нем будет проклятие, он будет вечно в огне. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, говорит, и тот, кто приравнит к Аллаху равных, это красные линии многобожие. Аллах говорит, Аллах никогда не простит ему его грехи. И поэтому Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, использует в Куране метод любви, милости в призыве, в донесении. И также метод устрашения для тех, кто не понимает, и для тех, кто не понял с первого раза. И поэтому Всевышний Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, справедлив и в своем послании, и Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, справедлив в своем решении. И поэтому часто люди говорят, религия, которая не несет любви, мира и тому подобное, это жестокая религия и тому подобное, говоря об исламе. На самом деле эти люди не знают ислама и не знают метода, который Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, использует в Куране. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, любит людей, Он любит человека, ведь Он его создал, ведь Он дает ему жизнь, дает ему пропитание, дает ему милости. Их очень много, как Аллах говорит, человек, если даже захочет, Он их не сосчитает. Но человек все равно остается неблагодарным, неверующим, и Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, несмотря на это, все равно милостив к человеку. К чему я хочу привести? Я хочу привести к тому, что Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, когда установил эти красные линии в отношении себя, Он назвал их грехами. Он назвал их, это несправедливостью. Аллах, Субханаху Ва Та'Аля, говорит о Люкмане, алейхиссалям, Люкман говорит своему сыну, я буней, ла туширк билла, инна ширка ла зульман азим. О, сынок, не приобщай к Аллаху равных, ведь приравнять к Аллаху равных, сделать Аллах одинаковым с его творением, является величайшей несправедливостью. Меньше многобожия идет, наравне с многобожием идет также куфр, неверие. Когда человек отрицает существование Бога, отрицает существование Аллаха, он не верует в Кур'ан, он не верит в судный день, он не верит в пророков, это куфр, это неверие. Наряду с ширком. Меньше этого являются большие грехи, такие как убийство, обман, прелюбодеяние, употребление спиртного и тому подобное. Это красные линии. Ниже больших грехов идут малые грехи. Это те, которые приводят человека в дальнейшем к большим грехам. Для того, чтобы очень легко определить, что такое большой грех, вы обязательно в текстах Корана и Сунны найдете следующий признак. Если за это Аллах обещает наказание в огне, это большой грех. Если за это есть проклятие Аллаха или проклятие пророка, то это является большим грехом. Например, Аллах Субханаху Ата'аля говорит о том, кто убил человека намеренно. Аллах говорит, на нем будет проклятие. Алих ля'нату Аллахи. То есть на нем проклятие Аллаха. Это указывает на то, что это большой грех. Если за это деяние есть хад, есть наказание в этом мире, такое как прелюбодеяние или воровство, за это есть наказание в этом мире, это является из признаков того, что это большой грех. Если за это деяние Аллах Субханаху Ата'аля или посланник Аллаха Салаллаху Салям в хадисе упоминают о том, что на этом человеке гнев Аллаха. Например, как на тем, кто убил. Опять же, пример является тот, кто убил намеренно. Аллах Субханаху Ата'аля говорит, тот, кто убил намеренно, на нем гнев, проклятие Аллаха, и он вечно окажется в огне. Эти все признаки указывают на то, что это деяние является величайшим грехом. И поэтому Аллах Субханаху Ата'аля в отношении, в своем отношении со своим рабом установил эти красные линии. И поэтому посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям, когда однажды Му'ад ибн Деббель, радия Аллаху Аань, сидел позади него и сказал, «О, Му'ад, знаешь ли ты, каково право Аллаха над его рабами и права раба перед Аллахом?» Тогда Му'ад ибн Деббель сказал, «Аллах, его посланник, знает лучше». И тогда посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям сказал, правом раба перед Аллахом, вернее, правами Аллаха перед его рабами является то, чтобы они ему поклонялись, то есть выполняли его предписание, не приобщали к нему никого. Выполняли предписание, означает соблюдали его предписание и не нарушали эти красные линии, не приобщали к нему равных. Взамен Аллах Субханаху Ата'аля сам себя обязал. И посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям говорит, а права же рабов перед Аллахом заключается в том, чтобы он вознаградил их за то, что они поклонялись Аллаху и не приобщали к нему равных. То есть соблюдали предписание Аллаха и не нарушали эти красные линии. Также Всевышний Аллах установил эти красные линии между рабами Аллаха, между людьми. Ведь если бы Аллах Субханаху Ата'аля не установил эти нормы, то на земле был бы хаос. Люди, Аллах говорит, человек создан слабым ко всему, особенно к власти, к богатству и тому подобное. Был бы хаос на земле. И поэтому Всевышний Аллах что сделал? Аллах Субханаху Ата'аля отправил посланников и не спасал руководство для людей. И в этом руководстве Аллах четко обозначил людям их границы по отношению друг к другу. И поэтому Аллах Субханаху Ата'аля говорит в священном хадисе «О, мои рабы, я запретил несправедливость самому себе и сделал ее запретной для вас». Теперь ответ себе, что такое несправедливость. И ответ себе, являешься ли ты справедливым по отношению к Аллаху и по отношению к тем, кто тебя окружает. В первую очередь, твоя семья, твои дети, твои соседи, твои родственники, друзья и тому подобное. Несправедливость же в отношении этих людей является следующим. Это убийство, это отнять их имущество, это гриба за них, сплетни, это приступить, это невыполнение их прав, то есть своих обязанностей по отношению к ним. Например, ты женился и не содержишь, не смотришь свою семью. У тебя есть дети, ты не занимаешься их воспитанием, их содержанием и тому подобное. У тебя есть долг, ты его не отдаешь, имея на это возможность. Ты делаешь гриба, поклёпы, наветы за своего брата. Ты отнимаешь имущество не по праву, воруешь, либо же заполучаешь имущество недозволенным методом. Эти все нормы, взаимоотношения людей между друг другом, Аллах Субхану Ва Тааля также установил красный миллион. Но один вопрос. Почему мы видим столько несправедливости, и эти люди живут? То есть, почему иногда люди видят несправедливость во всем? Даже то, что мы видим сегодня в войну у нас в стране, мы ее также называем несправедливостью, несправедливостью, потому что человек, то есть, коварно напали на нас, убивают, бомбят ежедневно. Это несправедливость, это ничто иное, как несправедливость. Мы видим подобные действия во всем мире по отношению к слабым. Зачастую это мусульманские страны. Мы когда видим этих детей, как один из ученых, рахимахуллах, сказал, не столько печаль от этих людей, которые непосредственно они уже погибли. Потому что их участь, иншаллах, очевидна, они, иншаллах, жаиды, и они в раю. Пугает отношение людей к этой ситуации. Стран, руководителей. По отношению и по возмущению, либо же поддержке стран или людей, можно понять, на каком моральном уровне находится вообще мир или общество. И поэтому мы когда видим этот зульм, это несправедливость. Часто человек говорит, о Аллах, как ты даешь им жить? О Аллах, почему это происходит? Мы же часто задаем себе этот вопрос. Мы видим один и тот же тиран, один и тот же тиран, который уничтожал нас сто лет назад, и он продолжает сегодня. Мы задаемся вопросом, о Аллах, почему же? Почему это происходит опять же сегодня? А несмотря на то, что человек, то есть, одна и та же сторона, делает этот зульм, эту несправедливость. И Аллах, субханаху ата'алья, отвечает в Кур'ане на этот ответ. И только верующий, который вникнет в эти слова, он сможет понять мудрость Аллаха, субханаху ата'алья. Аллах говорит в Кур'ане, Аллах говорит, «Валя тахсабанна Аллаха гафилен амма ямалу аввалимун. Иннама юаххирухум лиявмин ташхасу фиихи лапсар». Аллах, субханаху ата'алья, говорит, не считайте ни в коем случае. Слово идет «Валя тахсабанна». Там повеление Аллаха или обращение Аллаха идет с подтверждением. Никогда, ни в коем образе, не считая Аллаха неведующим о том, что совершает несправедливость. То, что совершают тираны, ни в коем случае не думают, что Аллах неведует. Аллах, субханаху ата'алья, дает им отсрочку до дня, когда опрокинутся либо запрокинутся взоры. Аллах, субханаху ата'алья, дает им отсрочку до их смерти, либо же до судного дня. Отсрочка тому, чтобы они вкусили от своего этого зла и своего яда сполна, чтобы Аллах, субханаху ата'алья, возместил им сполна. И поэтому сердце верующего успокаивается тогда, когда он понимает, что Аллах, субханаху ата'алья, обязательно рассчитается с этим тираном. Аллах обязательно накажет его. Но человек иногда все равно не успокаивается. Он говорит, да, это будет завтра, что же сегодня? Аллах, субханаху ата'алья, говорит так же в Коране Аллах, Аллах говорит, если бы Аллах взыскивал, то есть сразу бы наказывал людей за их несправедливость, то на земле не осталось бы ни одного животного, то есть ни одного живого. Но Аллах, субханаху ата'алья, то есть по своей мудрости дает им отсрочку до определенного дня. Либо это день их кончины, либо это день судного дня. Но Аллах им дает отсрочку. Но когда придет их время, Аллах говорит, то они никогда не смогут ни ускорить, ни оттянуть и отсрочить свое наказание. Аллах, субханаху ата'алья, в этом мире установил весы и управляет данными весами лишь Аллах, субханаху ата'алья. И поэтому все, что происходит с человеком и его поступками в этом мире, у Аллаха обязательно остаются они на весах. Ничего в этом мире не проходит бесследно. Запомни слова Аллаха субханаху ата'алья, где Аллах говорит, Аллах не изменит народы и людей, то есть не изменит людей до тех пор, пока они не изменят себя. ты ненавидишь несправедливость, ненавидишь тиранию. В первую очередь сам не будь таковым. Второе, ты должен защитить того, по отношению к кому относятся несправедливо. И поэтому как в хадисе, который передает Бараабни Ази он сказал, посланник Аллаха повелел нам помогать угнетенным, то есть защищать их. В первую очередь избегай этих красной линии сам, затем защищай слабого и будь убежденным в том, что Аллах субханаху ата'алья обязательно рассчитается с тем, на кого у тебя недостаточно сил и ресурсов. Я прошу Аллаха субханаху ата'алья простить нам наши грехи, явные тайны и просить у Аллаха прощения тем, прощающим мирославом. Несправедливость убивает каждого. Убивает того, кто совершает данную несправедливость. Она его погубит обязательно. Сегодня либо же завтра. И тот по отношению к кому поступает несправедливо, порой он также гибнет. Но всегда должна оставаться ибра. Ибра это опыт либо же память. Вчера было 18 мая. 18 мая для Крыма и крымских татарей является одним из тяжелых дней. Тем, что этот день нам напоминает о тех событиях, которые происходили в Крыму и с нашим народом. это несправедливость, это зулим, это тирания по отношению к крымским татарам является в истории ужасающей. Если послушаете очевидцев, а у каждого крымского татарина есть очевидец, это его старики, которые застали депортацию. Людей утром рано пришли, собрали и выгнали их из их домов в Азию, в Сибирь и тому подобное, в Среднюю Азию, в Сибирь. Кого не смогли вывезти, их утопили в море. Зачем им давать шанс для жизни? Аллах говорит хитрили они и хитрил Аллах, ведь Аллах лучше из хитрецов. Это я к тому, что они пожелали уничтожить народ, они пожелали уничтожить их религию, их культуру, их идентичность, язык и тому подобное. Но Аллах вернул их обратно, сохранил им все и что-то дает им возможность возродить сегодня. Я это напоминаю к тому, что данная несправедливость, данный зульм, он не должен забыться у поколений сегодня и завтра. Аллах в Коране когда упоминает несправедливость отношения предыдущих народов и то, что с ними происходит, только для того, чтобы было назидание. Также сегодня данная несправедливость, она должна судить назиданием нам, чтобы мы не знали, что такое прощение в этих делах. Потому что подобные дела, они не должны прощаться. И любой, кто сегодня говорит, это было вчера, давайте забудем про это, давайте сегодня уже как-то жить дружно, это сделал кто-то и тому подобное. Каждый, кто он скажет, пусть он знает, что несправедливость не имеет срока давности, а также он имеет подобность цикличность повторяться, если кто-то однажды забудет про это. Подобные же сценарии были с народами Чечни, Ингушетии и другими народами. черкесами и другими народами. Только вдумайтесь, какой должен быть, какого должно быть у человека сердце, чтобы так поступить. Вопрос не в том, что переселили с одного места в другое, вопрос в том, что пожелали уничтожить и самое главное, кого? Женщин, детей и стариков. А каждый, который бил себя в грудь, что он носит, я не знаю, звание героя, защищает эту империю и пришел домой и увидел, что его семьи нет и туда же отправился за ними. Это как никогда урок нам сегодня, тот любой, кто протянет руку помощи, эта рука должна быть отрублена народом, сознанием поколения, молодежи. и поэтому он мусульманин всегда помни и часто люди не различая в шариате что является можно, а что нельзя по своему невежеству начинают говорить оставьте это, это не касается религии, это не касается нас и тому подобное, ты глупец, это касается непосредственно тебя самого, твои дети должны пропитаться материнским молоком этими событиями, чтобы они помнили и чтобы завтра эти дети опять же не попали в эти вагоны, чтобы каждый, кто желал этой дружбы, этого прощения, милосердия и тому подобное оказался с ними в одном вагоне и у них там. Это нельзя прощать, это нельзя забыть и нельзя к этому относиться как к какому-то дню скорби один раз в году нет. Об этом должны знать и напоминать друг другу всегда, постоянно, а не вспоминать только один раз 18 мая. И дуа делать за них только 18 мая. Превратиться в некий обряд. Чеченцы должны помнить, кто их выслал. Он должен помнить, как несправедливо к ним поступали. Также должны помнить ингуши и все остальные. Но сегодня, к сожалению, мы можем увидеть некую такую быструю забывчивость у людей. Они забыли. Говорят, да, это было, но это не они, это же были те. Яблони от яблони далеко не падают. Яблони от яблони далеко не падают. И поэтому несправедливо с Зулем помните. Если ты его не остановишь, минимум ты должен о нем не забывать. Особенно в таких масштабах. Взаимоотношения близких людей человек должен прощать. Особенно своих родных, близких, соседей и тому подобное. Но что касается посягательства таким образом, Аллах если мы посмотрим в Куране, то Аллах предписал наказание за каждый грех особое, в каком-то, какой-то более легче, какой-то более сложный. Но тот, кто ограбил и убил, знаете, какое наказание? За воровство какое наказание в исламе? Отрубание кисти, правильно? Кто-то может сказать, негуманно. Пусть свое мнение оставит при себе. За убийство намеренно. Какое наказание Аллах предписал? Подобное убийство. А за убийство, в котором есть изнасилование, в котором есть грабеж, посягательство преступным образом, Аллах говорит, расчленить, накрест отрубить руки, ноги, затем повесить его на зидание, а затем убить его. Это жестко, правильно? Да, потому что эти поступки именно этого заслуживают. И поэтому Аллах субханаху ва та'аля даже наказание за преступление поделил на, можно сказать, на его тяжкость и гнусность. Сегодня субхан Аллах мы воюем ежедневно. Каждый день гибнут люди. Каждый день, и мы видим этот золем, но иногда противно то, что люди привыкают к этому, не видят это, сживаются с этим, и как будто это что-то надо, либо же это не касается там где-то. В Аллахе оно не должно забываться. Я прошу Аллаха субханаху ва та'аля, чтобы Он сделал нас сильными и не дал силы над нами, чтобы к нам не поступали несправедливыми, а даровав нам силы и мощи, чтобы Аллах сделал нас справедливыми. Я прошу Аллаха просит на наши грехи явные тайны. Просите у Аллаха прощения, тем прощающим и милосердным. Продолжение следует... Редактор субтитров Продолжение следует...